Мы сегодня обсудим результат 2022 года Яна Эггола, который решил проблему уже 44-летней дамы, поставленную Кэмероном Бордоном. Но на самом деле вся история началась с какой-то конференции тезиса Харальфа Фокса 1962 года. Сейчас мы обсудим соответствующие понятия. И вот так вот, 62-й, давайте так обозначим веки, 81-й и 22-й. Ну еще сегодня будет озвучен результат... Они соответствуют этим пунктам, да? Ну, более-менее, да. То есть, как бы... Звук есть, но он, видимо, с камеры идет, потому что когда ты к заске поворачиваешься... Все хорошо, да, сейчас настроим. А включен? Да, вроде включен. Сейчас. Тест, да, надо сделать? Передатчик включен. А, наверное, это у нас Realtek Audio. А, неожидень. Так, сейчас давайте поедем динамик. Микрофон. Да. Раз-раз. Раз-раз. Вроде слышно. Так. Ну, сейчас все, блин, всех вам слышно? А, нет. Юр, вроде работает. Может, сейчас... А так, громко. Вот сейчас я говорю прямо микрофон. Да, вроде громче. Ну, да, значит, наверное... Да. Ну, если вдруг будут какие-то, я буду, если что, погромче говорить. Ну, давайте начнем сначала. Нам, как бы, основная задача какая? Основная задача это исследовать узлы с точностью до конкордантности. Гладкой. То есть, у нас все узлы будут гладкие. Значит, это у нас первый пункт. Значит, узлы гладкие. Вот. И мы говорим, что два узла К1 и К2 эквивалентны. Узлы в С3. Вот. Если существует... Ну, гладко-конкордантны. Значит, если существует отображение из кольца в С3 на И. С это кольцо. Такое, что... Ну, давайте... Хватит лишних обозначений. Вот. Такое, что, значит, если мы посмотрим С1 на 0, это у нас К1. С1 на 1 это К2. Вот. Значит... И, соответственно, сразу возникает понятие гладко-срезанный узел. Узел. Кладко-срезанный узел. Значит... Это узел эквивалентный 3-верк. Вот. В этой терминологии. Ну, или, по-другому говоря, у нас есть, соответственно, диск, вложенный в D4, который гладко-вложенный, который затягивает наш узел. Трехмерность. Вот. Значит... И, соответственно, вопрос, как строить... Ну, какие там, собственно, узлы срезаны, не срезаны, как их строить. Вот. И тут сразу появилась некоторая, ну, стандартная конструкция узлов, которые не тривиальные, но гладко срезаны. Давайте я какую-нибудь нарисую. Давайте я нарисую. У меня сготовлен пример. Сразу. Ну, давайте я нарисую все-таки пример, который я потом, наверное, буду как-то, значит, демонстрировать, что он гладко срезанный. И в процессе появится соответствующее определение. Вот. Давайте я нарисую. Так. Видимо, сейчас ты темночный увидел. Да. Конечно. Так. Что я еще не нарисовал? Что-то я тут... Так. Так. Где у меня тут? Значит, вот такой узел. Вот. И, значит, сейчас мы нарисуем, как он как бы затягивается диском. Сейчас я буду это делать... Сейчас это ленточный? Да. Это ленточный узел. Сейчас мы это увидим. Ну, собственно, сейчас это будет проиллюстрировано... У нас будет два определения ленточного узла. И... Так, тут мы делаем в К сторону. Вот. Значит, делаем такую петельку. И вот, соответственно... Где у нас? Вот в этом месте делаем перестройку. Вот. Значит, что у нас? У нас появилось зацепление из двух компонент. Да? Которое... Которое будет тривиарным. Это видно? Вот. Значит, мы вот так перебрасываем и снимаем. Да? Нет, нет никаких проблем. Сейчас. Я... Чтобы я все правильно сделал. Правильно? Это была перестройка. Тут произошла элементарная перестройка. Мы поменяли... Это было не движение. Это мать. Было вот так. Стало, соответственно, вот так. Значит, ну и... Так, давайте я сверю со своей картиночкой, чтобы я тут не... Да. Ну и тут... Дальше все. Это действительно тривиальное зацепление. Можно... Короче... Сейчас я на этот рисунок не буду помнить. В общем, тут обе компоненты тривиальные и не зацепленные. Негко увидеть. Вот. Значит, после этого... Значит, вот представьте себе. Дальше мы делаем движения, чтобы их развести. И... И заклеиваем их дисками. Вот. Значит, это можно себе представлять как мультик в S3 на i. И что мы сделали? Мы сделали... Какие действия? Мы, соответственно, в S3 вначале... Ну, вот у нас идет кольцо. Это наш узел K. Первый был K. Вот. Потом мы сделали перестроечку. Давайте я это нарисую. Вот таким вот образом. Склеили ленточку. Вот. У нас уже появилось, соответственно, две компоненты. Ну, это я показываю процесс перехода. Ну, и тут заклеение диска. Вот. Значит, это получился диск в S3 на i. Который затягивает наш... Ну, даже в D4 можно считать, затягивает наш узел K. Вот. Значит, если внимательно посмотреть... Значит, отследить, что происходит... Ну, если не на уровне перестройки, а на уровне картинки. Значит, вот... Представьте себе, что мы эти две компоненты затянули дисками. И дальше начинаем их, собственно... И дальше произвели... Я могу нарисовать картинки, как эти диски тут запутываются. Но вот тут есть два диска на этой картинке. Перестроенные. И потом мы делаем обратную перестройку. Мы идем наоборот, сверху вниз. Значит, что происходит с дисками на картинке? Значит, утверждается, что у нас были... Два диска подходят друг к другу. Вот тут происходит перестройка. Но вот тут в промежутке мог проходить кусок одного из этих дисков. То есть мы пересекаем другой диск вот так. Ну, или несколько дисков. В данном случае тут два диска пересечем. Вот. И получается то, что называется... Когда такой диск находится, который можно нарисовать на плоской диаграмме, ну, у него есть самопресечение вот такого вида. Где, значит, как бы, если развернуть диск соответствующий, да? Если его обратно вернуть, это уже наш узел. Вот сюда отображается диск. Вот. Если посмотреть на него, у него множество самопресечения будет иметь вид вот таких дуг. Ну, давайте. Одного типа, да? Какие-то вот тут другие еще. И они разбиваются на пар. Вот. Да. В каждой паре одна дуга целиком внутри. Да. А вторая выходит на край. А, да-да-да, прошу прощения. Правильно. И она выходит на край, наверное... Она не в край, а выходит на край. Выходит. И она, наверное, как-то должна что-то такое завязать, чтобы внутри... Вот если бы было так, то можно было бы это пересечение устранить. А вот в этом отрезанном куске... Ну, типа, вы имеете в виду, что вот так надо, например. Вот, да. Согласен, да, это я поторопился. А, нет, кажется, тогда что ходил обе такие должны быть. Да. Да, спасибо. Тут я поторопился с рисованием. Вот. Да, действительно, край диска пересекает обязательно. Да, один выходит на край. Естественно, как бы... Да, и вот эти особенности... Если у нас, наоборот, есть такая картинка на плоской диаграмме, то утверждается следующее. Что мы можем делать? Как мы можем получить вот такую картинку? Это понятно или нет? То есть, когда у нас происходят перестройки, значит, соответственно, только вот такого типа и потом заклеивание дисками. Ну, что мы делаем? Мы смотрим на этот диск. Он нам говорит, где перестроить. Мы делаем эти перестройки. Остается вложенный, набор вложенных дисков. Все, мы их заклеиваем. То есть, как бы, вот один из простейших способов найти, ну, гладко срезанный узел, это построить вот такой диск. Значит, у нас есть два эквивалентных определения. Значит, ленточный узел. Ленточный узел, значит, это первое. Это узел, у которого есть там, не знаю, есть диаграмма плоская, на которой он затягивается диском, у которого, ну, покружен, да, диск. А диаграмма, на которой он затягивается, он вообще затягивается? Ну, я имею в виду, что я хочу сказать, что, ну, он вообще затягивается, да. Я хотел чисто диаграмматически сказать, что есть такой, ну, давайте без диаграммы. Можно сказать так, что в диаграмме есть место, где, k место, где будет 1, k, и получится k плюс 1 диск. Да, давайте так напишем. Это, да, давайте 3, наверное, определения 3 напишем. Значит, диаграмма, значит, существует диаграмма. Узла, у которого, у которого есть, так, место перестроек, у которых образуется, ну, они, k плюс 1, ну, они могут, как бы, на диаграмме-то они могут, естественно, накладывать, да. Это никто не отрицает. Получается тривиальное дисциплине с k плюс 1. Да, давайте у которых, давайте у которых, да, получается тривиальное дисциплине, вот так уж, что это, дисциплине с k плюс 1 компанией. Вот, значит, второе определение, да, это пространство, ну, как бы, глобально, это, значит, существует диск D2 в S3, граница D2, это узел, и D2 имеет самопересечение только такого типа. Вот, и третье определение, которое тут было неявно тоже сформулировано, давайте вот туда мы отправимся. Ну да, что ли. Значит, третье, что существует, собственно, значит, диск в, уже вложенный, тут давайте мы как-нибудь погруженный, как у нас обозначается, вот так. Это был диск, это был узел шестой, нет? Не знаю, я взял его просто для примера откуда-то, может быть. Сейчас, сколько? Ну, в общем, пока выясняется, что это за узел, значит, у нас уже есть вложенный диск, правда, в D4, такой, что он обладает следующим свойством, значит, у него, соответственно, граница, это наша узелка, вот, и если взять функцию расстояния, значит, функция расстояния РО до центра D4, ну, мы себе представляем круглый четврехмерный шар, граничная сфера, соответственно, единичная, это функция морса, а, да, функция расстояния, то РО, ограниченная на К, это функция морса с критическими точками индексов. Значит, что там у нас, я не помню, давайте, значит, короче, с минимумами, только с минимумами и все, вот. 0 и 1. Да, 0 и 1. Вопрос, что, сейчас. Вот, вот тут можно видеть, что у нас есть только минимумы и седла из этой конструкции. Либо окно рассаждается, либо две окности сливаются в одном. Да. Причем можно сделать так, ну, понятно, функцию морса можно пошевелить, чтобы вначале были только рождения, а потом они все закрылись. Вот. Значит, вот три определения. Да, и, собственно, значит, вот это понятие, как бы ленточный узел нам дал некоторый способ сказать, когда узел гладко срезанный, детектировать. Ну вот, давайте соответствующую конкордантность определим. Значит, она будет уже, как бы, не отношением к эквивалентности. Тут видно некоторое несимметричность. Ну да, вот эти, значит. А срезанные и ленточные, это что? Сейчас скажу. Это интересно. Подождите, вот. Интрига пока сохраняется. Да, давайте. Да, значит. Без спойлеров. Без спойлеров, да. Ну, скоро будет. Через две минуты будет ответ на этот вопрос. Это как раз работа 1924 года, которую я хотел еще процитировать. Нет, там не докажем еще. Хорошо. Значит, да. Давайте говорить, что узел К1 больше равен К0. Пока вот такой значок. Значит. Это называется ленточная конкордантность. Ну, вот плохо. Слово конкордантность, оно такое, типа, в обе стороны. То есть. Узел К1 ленточный конкордантен К0. Давайте вот так напишем. Значит. Узел К1 ленточный конкордантен К0. Если существует, ну, тоже кольцо, С1 на И, вложенное в С3 на И. Значит. Ну, давайте. Вот тут я назову С. Что, соответственно, С1 на 0 это К0. С1 на 1 это К1. Путь на 1 К1. И проекция на И. Значит. Проекция на второй множитель. Давайте возьмем ПИ. Проекция на С3 на И на второй множитель на И. Вот. Проекция. Ограничение на С. Это функция Морса с критическими точками индекса 0. Так. Кто этих больше считается? Больше считается К1. К1. То есть в случае ленточного узла, ленточный узел, этот ленточный узел, он больше. Либо равен. Либо равен 3A. 3A, да. Вот. А, серьезно? Да. Ну, по определению. По определению. Тут есть. Разные. Ну, то есть мы... Он направлен это туда. Мы к тривиальным добавляем все сложности, которые потом соединят. Да. То есть 0, 0 вот там у тривиального. Вот 0 как бы ближе к центру. Да. Более простой он ближе к центру. Да, да, да. Это тут надо аккуратно быть. Вот. А диаграмма есть определение? Да, есть. Ну, то есть ладно. Ну, аналогично должно быть кольцо, у которого один, значит, который имеет такие особенности и при этом пересекается только с одним краем. У края 1 должны быть несколько мест, где мы делаем стройку. Да. И получается нацепление, у которого одна компонент это каноль, а остальные реально не зацеплены. Угу. Да. Угу. Вот. Да, так что есть диаграммное вполне определение без проблем. Ну, и то же самое пространственное тоже есть. Кольцо, которое имеет такие особенности. Причем как бы пересекается только с... Вот. Вот. Только один край кольца, на один край кольца выходят вот эти дуги. Тот край, который больше. Вот. Значит... Да. Значит, это отношение ленточной конкордантности. Вот. Значит, и что, собственно, к вопросу, который возник. Значит, у нас есть, соответственно, ленточный узел, есть просто гладкосвязанный узел. Еще в 62-м году, собственно, видимо, настроили этих ленточных узлов. Ну, собственно, и Фокс спросил, совпадает ли эти понятия. То есть, гипотеза. Это называется slice ribbon conjecture. Значит... Гипотеза. Значит, верно ли, что любой срезанный гладкосвязанный узел. Любой гладкосвязанный узел. Ленточный. Это гипотеза 62-го. Собственно, Фокс сформулировал какой-то набор задач маломерной топологии, которую надо решить. И вот там она была. Это кто? Фокс. А, Фокс. Да, Ральф Фокс. Вот. И до сих пор никто не знает. Значит, да. Был гипотетический контрпример до 2022-го года. На 24-м... Короче, работа опубликована в 24-м году. В инвенционис. В инвенционис. Вот. Значит... Сателлит восьмёрки. 2-1 сателлит восьмёрки. То есть надо нарисовать восьмёрку. Так. Сказали, доказали, что это не очень оптимистичное, но... Да-да-да, но это опубликовали. Но порадовались. Да, порадовались. И, значит, соответственно, надо везде провести две нити. И вот тут перекрутить вот сюда. Вот. Это был потенциальный контрпример. Человек-то построил диск. Нет. Неправильно. Вот этот узел, было известно, что он не ленточный. Значит... А-а-а. Доказали, что не срезаны. Не срезаны. Не-не-не. Какой-то новый вариант. Да. Именно так. Значит... Как бы этот узел с девяносто... Там восьмидесятых, по-моему, его открыли. Кобалучи. Значит, он доказал, что у него нет никаких алгебраических препятствий к срезанности. Ну, мы когда-то обсуждали алгебраические препятствия. Короче, на уровне формы Зейферта, соответствующей поверхности Зейферта, там не отличается от тривиального. Ну, вот. В девяносто четвертом году... Некто... А это для восьмерки? Только для восьмерки работает? Или для любого узла, какой симметрик? Что он измеряется сам? Что он измеряется симметричным? И... Там что-то вот есть такое, я не смотрел. То есть, он... Это какое-то семейство даже. Кобалучи изучал семейство. Мне кажется, что тут играет роль... Ну, как бы... Как обычно получается ленточный узел? Я не узел и зеркальный. Да. Это связано... Да, это сейчас я скажу, да. Зеркальный с обращенной ориентацией. А на восьмерку это не действует. И... Ну, вот его... Да. Миязаки доказал, что он не ленточный. Вот. А в 2024 году в работе пяти авторов... А как нужно показать, что узел не ленточный? Ну, прошу работу Миязаки. Там есть как бы... На уровне движений даже можно. Там есть некоторый набор. Я не знаю, в каких терминах он доказывал, но вот... Как бы... Можно доказать не ленточность, при этом не доказав... Как бы несрезанность. Вот такое бывает. То есть, если интересно, я потом могу прислать ссылку на Миязаки. Я не смотрел её, не было в планах. Просто такой... Просто чтобы ввести... Да, какие действительно... Это хороший вопрос. А какими вариантами определять сейчас? Ну, можем разобрать в следующий раз. Я не могу это обсудить. В 2024 году. Да. И в 2024 году набор авторов, а вот их фамилия... Я помню, не записал. Я могу сейчас посмотреть через случку. Табун авторов. Да, там табун авторов. Значит... Дэй... Дэй Канг... Малик... Ну, там вот самый известный, по-моему, парк, который мы уже встречали. Хотя, как бы... Какого из... Что? И... Короче... Специалисты по гомологиям Хегора Флоера доказали, что... Ну, правда, на них что-то там... Значит, он не срез. Это Хегора Флоера, да? Там какой-то версии... Вот мы обсуждали, что там можно симметрии еще какие-то чувствовать. Короче, они взяли двулистное разветвленное накрытие и что-то показали, что оно... Там есть еще симметрия вот из-за такой структуры узла. Там какая-то вот... Там не то, что напрямую что-то посчитали, нет. Там надо брать какой-то этот... Производные... Производные от этого узла. Что-то с ним сделать. Ну, вот опять же, не... Как бы... Не вдавался в подробности. Просто, чтобы было понятно... Ну, что проблематика... Жива еще. Не то, что там... Все уже понятно, что срезанные узлы это... То же самое, что... Значит, можно... Гипотеза не доказана. Не доказана. Гипотеза не доказана. Поэтому гипотеза. Но, как бы, к ней... Ее пытаются... Ну, по крайней мере, пытаются избаваться от контрпримеров. Хотя довольно долго лежал. Да, я сказал. Тут нет алгебрических препятствий... К срезности. Ну, то есть, понятно. Алгебрические варианты могли бы доказать, что он не ленточный. Ну, то есть, автоматически не срез... Точнее, не срезанность и автоматически не ленточность. Вот. Вот. Значит, это, что касается, как бы, статуса ленточный срез. Так как, примеров там было много, а доказали... Нет. Вот это вот был главный. Как я понял. Вот я не знаю, что делал Миязаки. Каваучи настроил примеров. Миязаки про этот показал. А, понял. Они прямо вот это вот заявляют. Сейчас, ну, опять же, вот прямо вот в этой работе мы доказываем, что этот узел не такой. Не то, что там целая серия. Вот. Ну, опять же, можно, если интересно, можем работу Миязаки посмотреть. Вот это правильный подход. Взять один узел и принял доказательство. А то, когда сразу про все доказываешь, обозначения такие, что не возможно ничего. Ну, и, как бы, работа всего одна. А пять человек при этом. Не надо, наверное, пять работ написать. Хорошо, что не пять ранен с автором. Ну, еще, как бы, физика не дошла до этой. Вот. Ну, если они работают на ускорителях, там, публикационных, не знаю, еще частиц, то, может быть, будет публиковать активнее. И много авторов. Вот. Значит, теперь давайте немножечко поговорим, прежде чем перейти к теореме Гордона и, собственно, сформулировать проблематику, которая будет посвящена основная часть доклада. Давайте обсудим, просто мы это уже когда-то обсуждали, в том числе здесь, что, вообще говоря, можно рассматривать группу конкордантов. Фатум Алексеевич сказал, что, действительно, значит, если к узлу прибавить, как он там, минус k с чертой, наверное, так надо писать. То есть, с обращенной ориентацией... Прежде всего картинку нарисовать. Ну, смысл, короче, в следующем. Что, если вы возьмете узел и его копию на разных сторонах s3, да, тут узел k и тут узел k, то кольцом он затягивается, если на этом узле правильная ориентация и правильная, значит, ориентацию s3, да, то есть... Зеркально-симметричная. Да, зеркально-симметричная. Да, зеркально-симметричная. Да, поэтому, да, вот это вот, как бы всегда... От blu-k используется значение как раз вот для... Зеркально-симметричной. Зеркально-симметричной. Зеркально-симметричной с обращенной ориентацией. Да, поэтому тут, как бы, разные эти подходы. Вот, всегда гладкосрезанный, ну и, на самом деле, всегда ленточный. А, правильно, да, да, зеркально-симметричный и плюс... И плюс обращение ориентации. Да, 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 образный вот в этом смысле. Да, 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 в этом смысле. Вот, значит, и, как бы, мы можем определить группу конкордантности. Значит, пока у нас... Да, подождите, прежде чем группу определять, давайте скажем, что... Все нормально? Нет, я просто хочу сказать, что если у нас есть два узла k1, и они эквивалентны k2, то если мы к ним прибавим связанную сумму 1 с любым другим узлом, они по-прежнему останутся эквивалентами. Силу вот таких вот соображений. Ну, просто мы, как бы, еще настраиваем дополнительное кольцо, соединяющее k1. Берем связанную сумму колец. Вот, да, и поэтому у нас есть полугруппа относительно связанной суммы, и там есть условно, как бы, операция обращения. Поэтому можем определить группу конкордантности, значит, c, значит, группу конкордантности узлов, значит, это когда два узла k1 и k2, значит, значит, элементами этой группы бывает классы эквивалентности, да, это мы k можем прибавить, элементы этой группы, это классы эквивалентности узлов с точки сюда связанной суммы с гладкосредством. Значит, это класс эквивалентности, значит, класс эквивалентности узла это вот такие узлы, это k0, гладкосредством. То есть два узла называются эквивалентны, если к ним можно прибавить по гладкосредственному узлу, они станут конкордантными. Сейчас, а предыдущие эквивалентности с чем отличаются? Ничем. Ничем. Да, это другое определение. Да, это то же самое, значит, у нас это первое определение, второе, что k1 эквивалентны, k2, если они гладкие конкорданты. Вот это определение эквивалентное, это несложно понять, да, из, значит, предыдущих рассуждений, и, соответственно, оказывается, что срезанные узлы позволяют заменить здесь гладкосрезанный на ленточный. От этого группа не поменяется. Для этого нужна лемма. Сейчас мы лему докажем. Значит, лемма состоит в следующих. Как-то непонятно. Сейчас утверждение больше. Значит, давайте утверждение сформулируем. Утверждение. Значит, если рассмотреть группу, давайте, c' это, значит, это такие классы узлов, давайте, штрихованные, это k, k0' и k0' ленточные. То есть мы разрешаем, теперь мы считаем эквивалентными узлы, которые отличаются на ленточные узлы. То есть к ним можно добавлять ленточные. Утверждение состоит в том, что вот эта группа равна вот этой. Сейчас, смотрите, что здесь является классной эквивалентностью? Ну, класс эквивалентностью узла, это все узлы. Можно взять в случае, когда k3g? Можно. Сейчас, не понял. Где здесь класс эквивалент, где здесь эквивалентность? Эквивалентность состоит в том, что... Нет, это что-то не так. Вот это я, наверное, неправильно написал. Неправильно я написал. Нет, гладкоконкордантный, это еще... Нет, все нормально. Сейчас давайте с полугруппами разберемся. Значит, у нас была... Были узлы. Мы говорим, что... Да, полугруппа узлов относительно связана с обычной. Класс эквивалентностью узла. Значит, мы можем определить группу конкордантности. Два узла эквивалентны, если они гладкоконкордантны. Все, никаких тут проблем нет. Альтернативное определение. Да, понятно. Их разность гладкосрезанная. Понятно. Да, их разность гладкосрезанная. Нет, мы можем добавить к одному узлу гладкосрезанную узел, к другому гладкосрезанную узел, они станут одинаковыми. Так нельзя писать, что класс К равен множеству всех, полученных из него гладкосрезанного. А, ну да, наверное, это неправильно. Давайте так напишем, что К1 эквивалентно К2, если К1 плюс К0 равно К2, К0 штрих, вот так, К0, К0 штрих, гладкосрезанная. Да, 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 это я плохо написал. Вот так, вот так. Да, там тоже. Спасибо, да, это я неаккуратно написал. Да, и просто полугруппа делается вот так, то есть добавляются разные. Возможно. А это как-то агрегорическая операция? Сейчас, у нас же есть? Ну, это вот из того, что у нас... Да, у нас тут было... Нет, иметь в виду что? Что тут нет топологии в определении этой группы. Есть. Да, сейчас. К1, эквивалентно К2, 2, К0, 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 т.е. Вот. мы можем добавлять, действительно, к узлам тут срезанные узлы, так, чтобы они стабилизировались в один и тот же узел, а там только ленточный, чтобы они стабилизировались в один и тот же узел. Ну, благо она не то, чтобы сложная. Значит, если у нас есть... Если К-это срезанный узел, то существует К0 ленточный узел, такой, что... Ну, это то, что ты говоришь, да. Значит, К0, это ленточный узел. Ну, это оказывается картинкой. То есть, надо только картинку произвести, чтобы отстала чьим... Ну, можно начало, а максимум пока нет. Да. Давайте это... Это как К0? Синекроминцы в К0 надо сделать. Функцию Морса, которая... Правильный. Правильный, да. Значит, вот у нас... Давайте нарисуем. Значит, вот у нас узел... Как у нас К. Ну, давайте внизу нарисуем тривиальный узел, это будет тривиальный. Вверху К0. Не тривиальный, да? Ну, надо еще все это переставить, чтобы... Сейчас я собираю. Вот, значит, это у нас К, К0. Значит, у нас есть, значит, кабардизм, у которого, значит, вот здесь условно минимумы. Седла, потом тут какие-то максимумы могут быть и тут седла. Значит, вот у нас я отмечу критические точки на этой картинке. Условно, да, давайте. Условно, да, давайте. Вот, и надо взять... Посередине. Узел? Сейчас. Значит, у вас возникает вот такой вопрос. А почему посередине будет взять узел? Что там зацепление? Почему там не будет зацепление? Почему там не будет зацепление? Значит, нам надо взять... Да, тут у меня не сходят. Мне это примерно очевидно. Ну, у нас сначала идут минимумы. Миниумы, потом все... Значит, у нас рождаются окружности, а потом они все... А, ну там нет препятствий к тому, чтобы... Вот у вас народилось сколько-то окружностей, потом они начали как-то... Да, у меня вот сейчас, кстати, получилось, значит, у меня народилось... Вот у меня сейчас неправильно тут зацепление. Правильно? Ну, смотря, что... А, ну да. Два родилось, и они слились в одну. Нет, подожди, у нас еще есть... Я не соединился изначально. А, ну если соединить, то да. Ну, тогда он и было, и было, и появляется просто... Да, все нормально будет. Вот, седло появилось. Да. Да, теперь тут... То есть, изначально у нас идут, как бы, минимумы, мы разнесли, значит, потом... Как бы, мы ждем, пока они слипнутся, правильно? И потом уже начинают сойти. Нет, вроде бы это очевидно, но так вот не то чтобы совсем. Ну, у седла же можно разнести по уровням? Правильно? Да, можно считать, что... Седла не на одном уровне все. Это называется какая-то индексирующая функция. Да, индексирующая функция. Ее можно пошевелить, чтобы... Ну, вы седла можете на один уровень посадить. А, ну, седлами индекса. У нас синдекс-то один точь. Они не отличаются. Не отличаются? Сейчас, все седла можно посадить просто на один уровень. Да. А потом? А потом что? Не, нам не надо их сажать на один уровень. Нам надо дождаться, пока... Значит, у нас на радиации оседла нам слипнут, да, минимум. Да, тут надо, наверное, что-то еще сказать. Нет, нет, смотрите. Да. В чем проблема? Ну, не то, что проблема, но... Потому что это не надо обводить загруждение. Давайте. Так, вот у вас узел. Вот он эволюционирует. Вот воник максимум. Да. Пошел. Я взял. А вот раз и образовалось седло. И тут случилось менее. И только потом случилось седло здесь. Где вы не срежете, вы получите, вот если вы срезаете... Да, согласен. Ну, то вы получаете зацепление. Вам нужно это седло вытащить, чтобы оно раньше случилось. Ну, седла точно идут... Ну, если они на одном уровне, просто немножко... Мне хочется все-таки часть седла с... Как бы, чтобы седла были выше минимумов, ниже максимумов, но при этом они сидели на разных моментах. Это же можно сделать? Время. Надо, чтобы сначала случались седла, которые из минимумов происходят. Да, когда из минимумов происходит. Значит, и тут смысл вот какой. Вот мы, давайте... Допустим, у нас случилась такая беда. Вот смотрим на это седло. Мы смотрим на седло, в котором компонента, которая у нас образовалась, оно в какой-то момент где-то должна перестроиться и прицепиться ко всему оставшемуся. Вот мы смотрим в этот момент. Хорошо, идем обратно. Расцепили, но мы можем соединять точку на кривой, на этой кривой, и точку на этой кривой на одном уровне. Каким-то путем, который как-то изгибать. У нас нет препятствий к тому, чтобы его изгибать и подогнать его вот повыше. И потом вдоль этого пути подтянуть друг к другу и сделать перестройку раньше. То есть сделать перестройку раньше, которая эту компоненту присоединит к чему-то остальному, к чему-то другому. Нету препятствий. Ну вот как бы можно всегда так сделать, что как только образовалась компонента новая, она сразу в хоб прицепилась. Да. Обновалось еще одно хоб прицепилась. Понятно, да. Да. Тут надо аккуратнее, правда. Да. Это не очень хитро. Ну, то есть... Не взять, что такой великий человек должен был заказать. Нет, нет. Это имеется в виду, они просто этим занимаются. На него ссылаются, что он первый это обратил внимание. Может они и проблематику эту ставили, потому что это из работы Кассана Гордона. Но прямо ссылку на это я не нашел. Просто упоминается, что... В общем, сначала можно что-то прицепить, а потом отцеплять. Да. Ну, мы увидим это потом, потому что в четырехмерной картинке... Теперь это как у нас. Сначала можно все стабилизации сделать, потом все эти стабилизации. Вот. Нет, просто как бы мы потом увидим, что структура дополнения... Тут-то седла как бы на кольце не различаются. Ну, седла и седла, правильно? Индекса один. А как бы в дополнении у нас происходит приклеивание все-таки разных ручек. То есть, тут как бы у нас там есть индекс 0, 1, 2 и 3. То есть, Кассана следует вот то утверждение. Да. Ну да, давайте я все-таки дорисую эту картинку. Значит, мы берем связную сумму вот тут. Вот как связано... Вот это вот узел ленточный из картинки. Значит, это ленточный. С3. Ну, а дальше надо вот эту штуку развернуть, условно. Вот это вот сюда оттянуть, а это пустить сюда. То есть, вот как бы С3 находится с тривиальным узлом вот тут. Ну, условно, с тривиальным. Нивелевается. Значит, это у нас на картинке камни. А это, собственно, там, где происходит связанное сумму. Да, вы правы. Тут надо, конечно, рисовать картинку, как я, и говорить словно. Ну, то есть, вот такую. Не то, чтобы все тут перемешивать. Вот. Да. Ну, и отсюда это следует. То есть, как бы, с точки зрения группы конкордантности, ленточные узлы, срезанные, отличия, неважно. Я еще хочу сказать, что срезанные узлы образуют группу просто. Да. Если мы там рассмотрим все ленточные, то они эту группу порождают. Может быть, в качестве образующих. Ну, вот, то, что здесь написано. Ну, да. Да. Как группу. Как группу. Как группу. Рождают, как группу. Да. А известен, хотя бы, один пример, чтобы были узлы там картанты. Но... Картанты... А, нет, хотя бы ловлись на ситуацию. Не, ну, короче, смысл стоит в том, что все, опять же, сводится к гипотезе О. В том, что является ли ленточный срез. Более. Вот. Пока на данной этапе нашего обсуждения больше тут... Известно, что есть срезанные диски, не изотопные ленточные. То есть, вопрос у нас такой. Бывает ли узел меньше тревиального? Строго меньше тревиального? У нас там было неравенство? Да, неравенство. И спрашивается, может ли быть узел, который, в смысле этого неравенства, строго меньше тревиального? То есть, он кататель приятного, то есть, тот срезанный. Но не ленточный. Ленточный это тот, который больше приятного, больше тревиального. Да. Больше. Да. Строго больше. А, там равенство сейчас. Равенство там. Вот сейчас мы это обсудим про равенство. Нет. А каком может быть срога меньше? То есть... А, или как раз равенство означает, что равенство означает равенство. Да. А как можно срога меньше еще тревиального? Давайте, да. Ну как, берете тревиальный узел, накидываете... А, нет. Делаете сколько-то перестроек, какая штука. Да. И получаете сколько реальных компонентов, не зацепленных ни с чем, и один какой-то узел. Серьезно? А, нет. Ну да, в результате перестроек, наверное, что-то материально может разиться, да? Ну, оно определенно может. Тривиальный это может разиться. Вопрос, может ли то, что останется, оказаться тривиальным зацеплением из каждого компонента? Да. Да. Может ли так родиться, чтобы оставшиеся... Да, это хорошее. Что-то я об этом... То есть, вы берете узел, делаете тривиальный узел, делаете К перестроек. Хотите получить нитривиальный узел, плюс К ни с чем не зацепленных тривиальных компонентов. Вот, видимо, вот это и не получается. Если такое вы сделали, то вы, значит, построили контрпример. Ну, это, после работы Огола, так и важно, что это равносильно построению контрпримера. Примера, срезанного мы не делаем. Да. Да. И это выглядит совершенно... Это выглядит точно по-разному. Да, то есть, как бы... Да, ну, похоже, да, на... Надо еще обдумать, может, в процессе... Поймем. Да, значит, это мы первую часть обсудили примерно, какой вот был... Ну, то есть, не на момент Фокса, но тут рассуждение не требует ничего особо, да? Кроме теории Мурса. Вот, теперь, значит, мы переходим ко второму пункту программы. Собственно, за это взялся Кэмерон Гордон и... Он, по-моему, ввел термин ленточная конкордантность, на самом деле, так что тут... Фокс рассматривал ленточные узлы, а конкордантность, значит, Гордон сделал. Значит, теперь давайте теорему Гордона. Значит, нам нужны вначале обозначения, но я их введу, и они будут у нас постоянно использоваться, поэтому они будут не только в рамках... Значит, вот у нас, допустим, у нас есть К1, которое больше всего равно К0. Значит, собственно, мы обозначим Х и Т, это С3 из Каитова. Значит, С у нас будет, это вот этот вот кольцо, которое соединяет К0, К1. Вот, и мы будем использовать Y, это, собственно, дополнение до кольца. Теорема Гордона. Да, теорема Гордона состоит в следующем. Вот эти глобальные обозначения, которые мы будем использовать. Теорема Гордона говорит следующее, что P1 от X0 вкладывается в P1 от Y, а P1 от X1 суффективно отображается. Ну, при вот этих вот естественных вложениях. Давайте напишем. И P0, это X0, Y, и P1, это X0, X1. Подождите, а Гордон доказал, что все связаны тем самым ленточными? Нет. Тривиальный узел не может быть больше. Вот эти P1 от тривиального вкладывается. Представьте, что тривиальный узел больше какого-то узла. Да. Когда P1 от тривиального суффективно отображается в P1 от Y. Да. А P1 от тривиального это Z. Да. Сюффективно, значит это фактор Z почему-то. Да, ну хорошо, да, это правда. А P1 от X0? Да, тут не нужно. Тут теоремия Гордона, это получается, да? Получается, что узлов, которые меньше тривиального, не бывают. Это Гордон доказал. Да. Вот, да. Да, это следствие. Вот видите, я его не опознал. Да, давайте напишем следствие. Это я не опознал. Спасибо, да, это я не опознал. Это следствие Огова, которое вы пока еще... Нет, 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 нет. Следствие, что убывает узлов, меньше тривиального. Да. А из Огова, по идее, тогда следует, что... Нет, не следует. Не следует? Нет. Сейчас. Сейчас, а любые два Крикордона снизу сравнимы? Нет. А-а-а! Вот, это не так. А-а-а! Я что-то... Мне смешал... Сравнить можно не любые два. Да. Все. То есть, бывает, что нужны и минимумы, и максимумы. И никуда от этого не съедешь. Да, значит, давайте проговорим. Действительно, я что-то не посмотрел на это. Действительно, если у нас есть узел меньше тривиального, то P1 от Y это, значит, фактор Z по... Ну, то есть, Zn или там Z. И получается, что это... P1 от X0 вкладывается в этот фактор. Ну, что... Сейчас. Тебе он говорит, это сложное или нет? Нет. Это мы докажем сейчас. Вот мне тоже кажется, что это все должно быть. Нет. Там есть сложный момент. Который будет ключевым. Сложная часть это вот это. Вот это сложно. Ну, сложная часть. А это простая часть. У них же доказательства. Кто доказал, что 5 метров теоремы выполнены? Да. Горнозырки. Это нам теорема тоже сегодня понадобилась. Ну, не она, ну, как бы... В общем... Значит, смотрите. Давайте, собственно, смотреть, что происходит с кольцом. Значит, вторая пункта не равен. Сейчас. А что я написал? Значит... А, все. У меня... У меня же... Да. Тут ленточная, естественно. Я не написал. А, ну, да. Все. У меня же не равенство, это означало ленточность. Что-то я... Да. Значит, у нас K1 ленточная. Там такая куда-нибудь синхронная. Вот. Значит, доказательство следующее. Давайте смотреть, что происходит с дополнением при перестройках кольца. Ну, мы смотрим как бы мультфильм, опять же. И у нас появляется... Есть минимумы, на конце. Ну, функцию, опять же, сделаем кольцо таким, чтобы... Ну, у нас по определению даже. Что кольцо такое, что функция... Проекция на И это функция образа. Вот. То есть, у нас есть возникновение минимума, возникновение... Понятно, что любую петлю можно выдавить в уровень. Уровень, где один. Ну, петля можно не пережить, когда у нас компоненты слипаются. Когда они разлипаются и всё равно. Так? Значит... Ну, давайте... Да. Ну, берём любую... Сейчас. Всё идти. Берём любую петлю выявить. И начинаем её давить в сторону, где один. Да. В сторону Х1. Ну, нет препятствий её туда выдавить. Нету. Именно так. Да. Всё так. Это простая часть. Это простая часть. А вот берём любую петлю вокруг Х0. Допустим, она 3-я. Значит, начинаем на неё диск. И почему это невозможно? Ну, давайте я общий контекст скажу. Значит, смотрим на перестройки С. Значит, утверждается, что когда рождается минимум, то приклеивается ручка к Y. Значит, из С появляется ручка в С. Вот этот вот, ну, диск. Соответственно, из Y что-то вырезается. Из Y вырезается ручка индекса 2. Потому что вот этот вот, значит, ну, у нас вот этот диск приклеивался по такому полнаторию. Тривиарка. Ну, да. И к нашу добавляется ручка индекса 1. Добавляется ручка индекса 1. Я это и хочу сказать. Значит, к Y вот в этом случае, если к С добавляется минимум, то к Y добавляется ручка индекса 1. У нас 0 сверху, да? К 0 сверху. К 0 сверху. К 0 снизу. Он на 0. Он же 0. Индекс 1. Вот. Вот. Ну, все-таки тут происходит вырезание, поэтому... Ну, и если к С добавляется, соответственно, ну, вот происходит вот это, то есть ручка индекса 1, то к Y добавляется ручка индекса 2. Вот, видите? И главное, что при добавлении ручки индекса 2 может что-то случиться. Естественно, это случается. И 1. Да. Почему ручка индекса 2? Ну, потому что мы вырезаем ручку... Сейчас я скажу, индекса... Ручку индекса 1, по-моему, вырезаем. Сейчас. Если... Не то, что мы прям вырезаем, а мы что-то вырезаем, что-то... Нет, нет, мы вырезаем. Ну, как, у нас появляется вот такая штука кольца. Ну, как бы, мысленно. Мы склеим такой прямоугольничек. Ну, и чисто комбинаторно мысленно. Сейчас, где у меня мои разрушения на этот счет? Ну, короче, значит, мы вырезаем... Можно себе представить, что это отрезок такой, который приклеен... Значит, вырезается ручка индекса 1. Да, добавляется ручка индекса 2. Вот. Да. Собственно, сейчас будет сложная часть. Сейчас мы это обсудим. Это алгебрический теорем. Некто. А, с другой стороны, мы выбиливаем ручку индекса 1. А когда мы что-то выбиливаем, куда 5 это делится? Ну, это такое рассуждение, как бы, да, на пальце. Что... Оно неубедительное. Оно, собственно, и никому не убежитное. ...посверлили до... ...пиодин останется. ...пиодин не пострадает. Нет, смотрите, мы добавляем ручки индекса 1 и приклеиваем ручки индекса 2. А как мы их приклеиваем? Непонятно. Давайте оформаем. А нет, мы не просто высадили. Мы все-таки ручку это и собирали. А, мы могли что-то убить. Нет. Да, мы могли убить. Сейчас. И что-то мы убили. Ну, вы хотите доказать теорему, которая так просто не доказывается? Нет. Конечно, хотел. Да. Нет, а убивать можно. Нам же надо, чтобы... Да, надо не убить пиодин от х0. Да. А, это сложная часть. Это сложная часть. Да, давайте все-таки дальнейшее рассуждение. Для тех, кто пока не доказал теорию. Ну, или не убедил себя в этом. Значит, если мы смотрим со стороны х0, значит, у получается из х0 прибавлением какого-то количества ручек индекса 1 и такого же количества ручек индекса 2. Понимаете, почему такого же? Да. Вот. Значит, ну, а при этом из х1, если мы обратим, смотрим как всегда мой фильм обратно, то он получается из х1, приклеим ручек индекса 2, ну, ручек индекса 2 и 3. Ну, вот отсюда, собственно, что сказал Иван Алексеевич, мы протянуть петлю-то можем, потому что у нас что-то заклеивается только в х1. Вот. Теперь тут. Значит, давайте посмотрим, как устроена группа p1 от y. В смысле, что мы из y, ну, любую петлю можем выдавить из ручек индекса 2 и 3. Да. Да, конечно. Ну, просто ручки индекса 2 это соотношение, ручки индекса 3 ни на что не влияют. Вот. Значит, как получается p1 от y, ну, то есть, вот это мы реализовали в первой части давайте, а во второй части это первая. Значит, это вот доказывает вторую часть. Значит, теперь первая. Значит, что такое p1 от y? Значит, у нас есть, давайте мы p1 от x0 как-нибудь зададим. Значит, это какой-то набор образующих соотношений. Вот. Что такое p1 от y? Значит, у нас добавилось, ну, давайте ручек будет у нас r штук. Тут. Значит, добавилось сколько-то образующих. Значит, соотношение осталось. Да. И тут добавилось, давайте вот так, следуя обозначением, это соотношение. Значит, соотношение из ручек индекса 2 это, соответственно, образующие из ручек индекса 1. Вот. Значит, и что мы знаем? У нас, с точки зрения гомологии, вот этот кабардизм не отличается от... Ну, короче, y это как из S3, и выигрышность стандартное кольцо. Короче, я хочу сказать, что если посмотреть число вхождений в и т, написать матрицу. Да, давайте напишем, что у нас в и т слово... Прием в и т, да? Да. Ну, плюс-минус единицы. Значит, слово в A1, AN, B1, B, значит, а доежитое мы напишем... Ну, давайте я... Ну, ладно. Не важно. Доежитое это, значит, степень вхождения бытового в A1. Это B1. Вот. И, значит, утверждение, значит, так как гомологически... Ну, давайте D, матрица доежитое равен... Значит, нам нужен коммутатор, чтобы там B не осталось. Ну, а если что отсюда? Да. Ну, сейчас будем алгебраическую теорему использовать. Ничего не поделаешь. Значит, нам нужны два факта. Точнее, одна топологическая теорема, которая говорит что-то про группу узлов, а другая алгебраическая. Так, тут понятно пока, да? Вот это вот из-за, давайте, доказательства гомологии не меняется. Двойственность Александровна. Ну, например... То есть, на гомологическом уровне у нас ничего не происходит. Так, теперь... Значит, следующий факт, который нам еще понадобится. Это основная алгебраическая теорема, нужная и для Агола, и для Гордона. Значит, это теорема 1962 года. Это Гекстенхабер, Радхаб. Значит, теорема 62. Значит, теорема говорит следующее. Пусть G, это H, это конечная... Сейчас, может быть, немножко неожиданно будет. Конечная порожденная группа в компактной группе D. Гекстенхабер. Да, значит, и мы делаем следующее. Значит, тогда, если мы распишем такую группу... Вот, собственно, как вот здесь. Мы построили по P1 от X0. То есть у нас будет... Давайте напишем группу G' Ну, давайте G зададим как A1. Вообще не буду менять себе значение. Честно. Она задается? Ну, представление. Короче, есть представление в компактную группу D. А, уже есть. А у H? H компактная, связанная. Потому что у H и нет такого степени. Группу L? Ну... Ну... Ну, или... Как бы... Вообще у нас будет SOM. Обычно. Можно задать образующими соотношениями. Вот. В целом, ну... В некотором смысле, можно. Если считать... Углы Эйлера, например. Ну, то есть... Понятно. Значит, G' это вот... Такая группа, по которой вот... Формальная. И такая, что даже... D от D и G все то же самое не равен углу. Не надо будет. Вот тогда... Существует... H1... Hr, принадлежащий H. Значит, такие, что... Ну, короче... Существует представление G' Продолжающие... Давайте так... И дай торгу. Все таки лучше тебе руку поставим. Тогда существует... Такой штрих... G' Ваш... Продолжающие... А эти, товарищи, доказывают какую теорему в связи с чем? Сейчас скажу. Значит, короче, мы можем продолжить представление до представления группы G' Штрих. Вот. Это означает, в частности, что группа G вкладывается сюда. Если представление было точно. Ну, точно представление. Ну, у меня была подгруппа, да? Поэтому... Я тут исправил, значит. Да. Да. Прошу прощения, я... Да, прошу. Вот. Теорема понятна, да? То, что нам нужно, только при дополнительном ограничении, что это все в группе Li происходит. Да. Значит... Да, то, что это происходит в группе Li. Откуда нам взять группу Li? Сейчас. А с чем они такие теоремы? Значит, они доказывали теорему о том, что если вы возьмете... Ой, там... У них... Там несколько теорем. Одна из них про степень отображения группы Li Ж в себя, заданное вот, типа, произведение группы Li Ж в себя, заданное вот такими словами. Вот. Что она степень имеет... То есть они это безотносительно? Нет. Там есть такой... Теория узлов. Нет. Теория узлов тут нет. Чистая логиправлическая теорема. Ну, скорее, тут есть комбинаторная теория групп. Вот. Которая говорит следующее. Значит, давайте применим эту ситуацию, давайте еще одну теорему докажем, которая нам понадобится на самом деле. Это первая теорема Сенхабер-Ротхауса, которая нам нужна. Давайте, Т1. Из нее есть следствие, но оно не очень примерное доказывается. Так, это мне нельзя стирать. Так, это мне нельзя стирать. Что? Сейчас я ее сформулирую. Какая сложная теорема? Ну... Эта теорема... Эта теорема не очень сложная. Именно вот эта вот. Как бы... Надо знать гомологии группы Ли, как устроена. Не, они сложные. То есть, в целом, если интересно, мы можем ее потом разобрать. Вот. Значит... Собственно, нам теперь нужно понять, почему группа узла допускает точные представления и свои. Не, это нам не нужно. Но ОГОЛ это... Это тоже можно пользоваться. Можно проще. Значит, мы будем использовать результат... Как бы изначально ОГОЛ писал статью, в которой... То есть, ОГОЛ нам не закончили. Да, то есть, ОГОЛ нам не закончили. Сейчас докажем. Нам еще недостаточно этого. Значит, нам нужна теорема... Не, не нужна. Это вот основная теорема агенства Хайберн и Архауса. Все нормально. Значит... Нам нужна еще теорема, которая... Естественно, приписывается текстом. Потому что он первый написал ее формулировку. Вот. Но доказал ее Хемпель в 87-м году. Ну... В силу последних событий, эта теорема... Ну, эти новости еще следуют. Значит... Фундаментальная группа Хайберного многообразия... Трехмерную, естественно. А... То есть, что она... И является конечной... Конечной оксимерной. Конечной оксимерной. Конечной оксимерной. Да. Ну, да. Если у вас образовалось ядро, то вы можете... А конечной группой, понятно дело, всей этой представлении. Да. Значит... Давайте я то, что сказал вам Алексеевич... Скажу. Значит, пусть у нас есть нетривиальный... Ну, то есть, вот пусть... Вот эта группа... Вот это не вкладывается сюда. Тогда у нас есть ядро. Ну, давайте построим представление в конечную группу. Так, чтобы элемент из ядра этого отображения попал не в единицу. Вот. Мы построили представление в конечную группу. Конечную группу вложили в СОН, допустим. И построили отображение продолженный Ж штрих. Вот это конечная группа. А? А что за конечная группа? Ну, конечная группа это образ, куда мы отобразили P1 от X0. Ну, то есть, давайте строго докажем. Как вот из этих двух результатов все следует. Значит, мы взяли элемент... Ну, не знаю, на кого. А большого, которая... Это что, то же самое? В работе... Ну, он... Там есть вот эта работа про клеиновую группу. Короче, он, доказав, что, как бы, куски, типа, разрезаются на зейфертовые куски гиперболические, сказал, ну, и все понятно. Что это? Как бы... Геометрично, геометрично... Ну, сейчас я комментарий дам. Теорема Хемпеля не от ревя. Ну, то есть, это считается такой нормальной теоремой. Она не очень длинная. Тоже, если надо, разберем. Не сегодня, но по заказу. Значит, что мы делаем? Значит, у нас есть отображение... Значит, лежит И3. Отображение P1 от X0, P1 от Y. Мы рассматриваем, ну, какое-то отображение, давайте, РО назовем его. Ну, РО плохо, да? РО... Ф. Из P1, X0, конечную группу в G. Тут я ее назову так же. Где G, это конечная группа. И F1 не равно 1. Вот. G можно вложить... Исконечная аппоксимировка. Что? Это исконечная аппоксимировка. Да. Значит, рассматриваем группу G, мы ее можем задать... Ну, можно... Давайте сделаем так, чтобы это было сюрреекцией, да? Вот. Поэтому мы можем задать ее вот такими же образующими, дополнительными какими-то соотношениями. Короче, они у нас... А ничего, что соотношение... Мы не знаем, что соотношение будет конечное число. У кого? Ну, вот у этой конечной группы. А, конечную группу всегда можно задать конечным. Выписываем всю таблицу. Да. Да, соответственно, мы вот так зададим и отправим в G. Ну, построим соответствующий G' по Y. И все. Сейчас X0 это хайкин на... Ну, у нас дополнение до узла. Дополнение к узлу. А, все. Так. Чего-то G' это вот... Какое-то... Это кто? Ну, G' как бы построено теперь по Y. А, ну, обычно... Да. То есть, отображаем, как бы... Что мы отображаем? Да. То есть, мы вот тут пишем не аиты, а образы в... При этом гамеморфизме. Так. Вместо аиты ты писали... Да. То есть, короче, да. И строим отображение P1 от Y в соответствующую группу G'. Соответствующая группа... А, ну... Хорошо. Ну, то есть, короче, P1 от X отобразил из G, P1 от Y отображается в G'. G' продолжает G. Правильно? В силу этого... В силу этого результата Герстенхайгер затхался. Ну, значит, F'A... Это, значит, при композиции, раз это продолжение, он не будет единицей при представлении группы P1 от Y. Ну, значит, он там не умирает. Не витрие даже. Зачем нам конечная группа... Чтобы ее в Суэн вложить. Конечная группа уж точно запускает представление. А, представление. Да. Да, иначе нам пришлось бы как-то... Короче, нам нужно представление P1 от Y, которое надо иметь, вот, наш любимый какой-то... Ну, а Голл доказал, что у P1 от Y есть представление в Суэн точное, поэтому... Он вначале так работу строил, поэтому... Но он видел, что аргументы есть дешевле. Представление в Суэн, наверное, следует из вот его всяких работ про виртуальную... Не знаю, расслабленную. Ну, неважно. Короче... Ну, это не суперсложно. Я же говорю, мы можем разобрать... Там есть момент алгебраической теории чисел, небольшой. Ну, я имею ввиду, как бы, там есть часть чисто группли, несложная, гомологическая. Потом там начинается... строится поля какие-то. Там, на самом деле, немного по-другому. Там вот... На счете доказывается вот эта теорема, где, типа, в качестве аитра берете элементы конечной группы, продолжается до конечной. Ну, а вот дальше вот это. Но нам это тоже будет. Поэтому мы будем это сложить. Так что вот две теоремы. Одна топологическая, которая сводит факты про фундаментальные группы Хакенов многообразий, какое-то алгебраическое свойство, короче, находит. Ну, понятно, что сейчас... Понятно, что группы всех компактных трехмеров многообразий и не одна к себе. Например, следует из виртуальной гипотезы Хакена. Ну, и из геометризации следует сразу же. Если теорема Хемпеля знает доказательства, то следует из геометризации. Давайте кратко скажу, в чем заключается теорема Хемпеля. Дело в том, что, естественно, используются GGG-разбиение, естественно, используются геометрические куски, но проблема в том, что фенит-напроксимурс хорошо себя ведет при переходе к подругам конечного индекса и при взятии свободных произведений. То есть то, что мы по сферам раздежем, вообще ерунда. А вот то, что там торы есть, это вот Хемпель, это надо знать геометрию, что вот эти группы, ну вот в графе групп вершинные группы, точнее реберные группы, которые хорошо вложены в вершину. Вот это он провел в данном случае. Так что это то, что там Терстон сказал, что это автоматом, вот это вот основная часть теоремы Хемпеля. Вот. Так, вот теорему Гордона понятно, да? Ну, это все-таки ответ тоже на Терстон, что он все-таки верный ответственный формулировал. Да нет, нет, никто не спорит. Я имею в виду, тут давайте напишем. Ну, все-таки даже обвол или там ссылается, что это теорема Хемпеля. Не, все правильно, да. По-моему, все-таки. Ну и, короче... То есть я не помню такого, чтобы там... Утверждение Терстона теорему Хемпеля, если так вот можно говорить... Ну, все-таки каким-то образом верное утверждение формулирует. Догадка Терстона. Такой теорем. Да. Догадка Терстона о гиперболизации. Которую от Жанкира там. Да, в основном там догадывал. Так. Ну, давайте переходить теперь к теореме Агула. Не, ну о гиперболизации там же ты какое-то... Какое-то доказательство Руслан наметил. Почему ты это написал некогда? Да, Агула давайте. Да, давайте Агула. Все-таки новым тут является Агула. Это все классические результаты были. Да, были классические результаты. Значит, рема Агула. Мне еще очень повезло, что я посмотрел все-таки тексты на архиве оригинальную публикацию. Сейчас я потом посмотрю. Потому что там доказательства некоторого факта в одну строчку стало. В разделах там. Я думаю, мне сегодня про речки геометрии придется разбираться. Вещественные. Ну, нет, не придется особо. Точнее, на то много мне все ее, надеюсь, знают. Так, значит, теорема... Да, теорема Агула. Теорема Агула. Как ты говорил по-русски правильно, Агул или Эгол? Или Эгол. Ну, я знаю, что я постоянно, периодически, точнее, в ГУ выступает академик Агол, какой-то биолог. Поэтому есть точно прецедент использования... Мысли вот... Американец? Не, а потом русский. Русский. Да, но Агол. Через А? Да. Не Агол. Ну, не знаю. Ничего не могу сказать. Вот. Значит, в чем заключается теорема? Значит, пусть... Значит, К1. больше ли поровну К0 и К0 больше ли поровну К1. Тогда К0 равно К1. Понимаете? Значит, это доказывает, что ленточная конкорданность это частичный парень. Вот. Значит, доказательства. Значит, вначале докажем следующий факт. Значит, естественно, мы можем из этих двух товарищей... Я не говорил, что это конкорданность, значит, можно композиции брать. Ну, собственно, это отношение эквивалентности. Там есть еще все-таки традитивность, да. Но, понятно, если вы склеите два кольца, у которых только минимумы и сетла, то получится кольцо, у которых минимумы и сетла. Вот. Поэтому, значит, можно отсюда сделать теорию, что К1 должно быть больше всего равно К1. Ну, или К0 больше всего равно К0. Значит, докажем такой факт. Ну, это, собственно, давайте теорема 0. Ну, из нее почти все будет сделать. Значит, если К0, значит, в наших обозначениях, напомню, что у нас... Ну, вот, неважно. Значит, пусть С это у нас... Значит, и... Значит, E1, 0, К0. E1, 0, К0. При этом С, значит, имеет индексы 0. Ну, с одной стороны К0, с другой К0. Да. Ну, на 1, значит. С1, значит, на 1. Ой, на 1, да. Спасибо. Вот, С имеет индексы 0 и 1. Мы склеили два этих конкордизма, да? Вот, тогда... Да, и давайте это назовем К0' при этом К0' потому, что, вообще, равно К0. Вот, тогда... П1, вот, С3 без... Ну, и вот, соответственно, С3 без К0' у нас будет Х0. С3 без К0' будет Х0'. Значит, собственно, теорема заключается в том, что П1 от Х0' изоморфно... да. Да. П1 от... или от Х0' или от Х0' при вон том изоморфизме, который у нас был пока только сюрлективный. То есть, правый конец, ну, или верхний, П1, всё-таки не сюрлективный отражение, там ядра нет. Который был очевиден. Который был очевиден, да. Что было очевидно? Ну, что сюрлективный. Сюрлективный. Сюрлективный был. Вот, мы докажем, что он инъективный. Сейчас, а что? Потому что К0'? К0'. Ну, у нас есть один и тот же узел. На верхний... То есть, узел сам собой соединяется ленточным скабардином. Вот. И мы смотрим на верхний экземпляр. Ну, я, условно, считаю, что вверху более большой узел, так скажем. То есть, К0' в этом смысле больше не был на К0'. Вот. Тогда утверждается, что фундаментальная группа дополнения вкладывает фундаментальная группа дополнения до кольца. Вот. Значит, для этого нужны пространства представлений. Значит, мы будем рассматривать, значит, Rn от G. Сейчас оказались. Значит, это пространство. Да, G, конечно, представленная группа. Сейчас. Вы знаете, что в театринобидрик вкладывается? Правильно. Вкладывается нижняя часть. Вкладывается. А тут вообще так, как вы написали, незамошно. Надо бы как-то пояснить, что она... Да, да, да. При отображении и со звёздочкой. Господи. И со звёздочкой оно хорошо, да. Вот. Да, да, да. При конкретном отображении, конечно. Ядра нет при конкретном отображении. Сейчас. А как называется группа, которая... Хопфолм. Хопфолм, которая... Если есть субъективный... Если есть типоморфизм, то это изоморфизм. Но тут такого как бы... Тут... Есть группа, в которой внутри идут. Да, внутри идут. Немножко похитрин. То есть там есть промежуточная группа, в которую одна вкладывается, другая отображается субъективно, и надо как бы их... Если бы они в друг друга, условно, входили, то всё. Фундаментарные группы, например, надо держать Хопфолм. Из-за того, что они конечная аппроксимина. Да, значит, мы... Доказательство идёт через анализ пространства представлений. Группу СОН. СОН представлений. Значит, если у нас конечная представленная группа, то мы рассматриваем такие множества. Это пространство представлений... ГСОН. Значит... Ну, соответственно, это алгебраическое множество. То есть оно задаётся... Ну, это вообще как бы... Давайте... G, если будет у нас... Я уже... У нас... G все будет вот такие. Да? Вот. То есть у нас есть N-матриц, в которых есть соотношения, приходящие... Ну, то есть... N умножить на N-квадрат. Мерное вещественное пространство. В нём есть соотношения, происходящие из СОН, и есть соотношения, происходящие из соотношений. Так что это алгебраическая... Честно, алгебраическая... Одногопрость. Да? Можешь так говорить? Конечно. Можно. Да. Значит, давайте посмотрим, как трансформируются наши результаты про P1 с учётом теоремы Герстенхабера-Ретхауса в термины вложений таких пространств. РН от Х0... РН... Как вот они связаны? От Х0 штрих... РН от И... РН от И... РН от Х0... 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 Просто получается. Значит, мы берем представление из Rn от Y, и сюрлективно это мы сейчас... Вот из святой теоремы. Да, из святой теоремы. Значит, вначале пока без святой теоремы. Просто отображается. Мы по представлению P1 от Y ставим представление P1 от X0. Сюрлективно следует из теоремы Герстонтхабера-Ротхауса. Потому что если у нас есть представление P1 от X0, мы можем продолжить его до представления... Ну, мы как бы смотрим на образ. Образ задается тоже какими-то там соотношениями, которые я писал. И мы можем его продолжить до представления Y. P1 от Y построен на теореме Герстонтхабера-Ротхауса. Непонятно. Ну, у нас... Давайте сразу вот тут напишем, что P1 это X0. Это у нас A1, A1. Представление фабилитальной группы X0 продолжается и представление фабилитальной группы Y. Значит, мы опять же смотрим образ как представление этой группы. Продолжаем эту штуку. Ну, то есть, короче, значит, у нас есть P1 от X0 подгруппа в SON. Есть, значит, подгруппа в SON связанная... Ой, то есть, есть некоторая абстрактная группа, в которой P1 от X0 отображается. Вот. И... Представление пропускается. Да, через эту группу. Вот. Так что тут всю реекцию. Это... Так, теперь... РН от... Как связаны РН от Y и РН от X0 штрих? Ну... Наверное, так. Значит, если у нас есть, значит, представление P1 от Y, то мы получаем представление P1 от X0 штриха. При этом, как бы, разные представления переходят в разное. Да. Вот, значит... Теперь... Смотрите. Значит, у нас есть вот это представление одной и той же группы, пространственные представления. Да. Вот. Поэтому... Есть... Значит, это формально доказывается... Значит, есть алгебраическое отображение, потому что есть, так называемое преобразование Titsa. Titsa. Которое... Ну, которое перехубь вводит одни приц... Ну, у нас вообще, говорят, тут разные... Как сказать... Ну, X0 штрих от X0 не отличается. Не отличается, но мы для вот этого отображения используем разные системы порождающих. Ну, естественно. Ну, поэтому... И тут главное, что это... Есть алгебраическое отображение. Ну, то есть, как бы... Короче говоря, то, что тут мы... Тут RnX0 лежит в разных, общего говоря, пространствах. Поэтому... Да. Я... Чтобы это не было... То, что это прямо вот равно, да? Это... Тут есть алгебраический... Изморфиз. Да. Вот. Что у нас получается? У нас получается, что... Но... Или наоборот... Почему нельзя те же образующие использовать? Ну, или те же самые образующие? Ну, та же самая группа. Тоже самая группа. Тоже самая. Сейчас я скажу. Ну, просто... Как бы вот это вот отображение мы вот так интерпретируем. Хотя, да, не важно, наверное. Нет. Нам все-таки надо выбрать... Где-то нам надо выбрать образующие. Короче, все-таки вот эти вот отображения, как именно алгебраические, их надо делать аккуратно в образующих, в координатах. Доказываю, что они алгебраические. Так-то без координат тоже, да. Ну, формально в... Как бы... Доказательство того, что это там... Отображение какое-то хорошее, надо делать... Вообще говоря, в разных координатах происходит. Ну, неважно. Короче, если... Тут никто не испорит с тем, что это алгебраический изморфизм. То... Окей. Вот. Где тут, вообще говоря, разные как бы... Пространства рассматриваются. Вот. Вот. Ну, что мы делаем? Значит, у нас получилась такая вещь. Давайте мы... Значит, у нас получилось отображение. Визерен Y. Сюрективное. Сейчас. Сейчас. Значит, я хочу что сделать? А, ну... Что я хочу сделать? Нет. Я хочу... rn от x0, наверное, с ним что-то сделать. Или нет? Сейчас. Сейчас. Чуть-чуть, что я немножко потерялся. Что мы будем сейчас... Ну, да. Получаются два отображения алгебрических многообразий. Одно сюрективное, другое инъективное. А многообразия при этом одни и те же. Угу. 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 Нет. Все. Мы получили... Да. Прошу прощения. Нам нужно... Нам вообще... Первое нам... Второе нам нужно... Сейчас секундочку. Потерялся. Значит... Так. Так. А, вот. Да. Значит... У нас... Вот какая конструкция есть. У нас есть подножство вот этого... Вот этого. Которое... Ну, или давайте подножство вот этого, которое сюрективно отображается... Вот в этом. Да. Вот что. Вот чего, как бы... Не бывает. Есть подлагообразие, которое сюрективно отображается... Да. Вот этого в вещественной алгебраической геометрии возможно только если... То есть, вот где хопфость заменяется. А что, в комплексной геометрии такое бывает? Ну, в комплексной может тоже не бывает, но он решил и своем взять. Изначально. Ну, рассуждение будет... Как бы не будет. Будет использовать алгебраическую штуку. Значит, давайте. Мы построили... Значит, у нас есть... Значит, лемма. Значит, пусть... Х-алгебраическое подмногообразие. Значит, у в х это тоже алгебраическое подмногообразие. Значит, есть. То есть, f из y в х. Значит, алгебраическое подмногообразие. Вот тогда... Значит, i... Ну, короче, тогда y равно x. Вообще, алгебрическое подмногообразие той же размерности... Это что-то такое не супер распространенное. Ну, да-да-да. Смысл в этом? Значит, ну, доказать, что тут... Ну, если подмногообразие приводимое было? Да. Такая приводимость. То... Что такое алгебраическое подмногообразие? То есть, многообразие было приводимым. Компонент неприводимым. У всякого невышественного многообразия конечное число. Да. Поэтому... Сюрекция... Ну, если у вас... Нельзя именно обозначить соображение, то вы иначе... Ну, я могу... Изначально там тоже было соображение с размерностями. Размерность к рулю там используется некая. Значит, сейчас будет объяснение, которое поймут те, кто с размерностью к рулю... Незнакомо. Вот. Значит, мы берем... Значит, мы сейчас построим цепочку... Вложенных... Алгебраических... Собственно вложенных. Если это не так, если они совпадают. А... Да. Значит, бесконечно не стабилизируется нигде цепочку вложенных алгебраических экзаменов подмногообразие. Значит, если перейти к соответствующим кольцам многочленов, то у нас получится... Бесконечная... Что там? Возрастающая цепочка идеалов. Но кольцо многочленов не оторвало. Поэтому у нас стабилизируется. Все. Вот. Так. Мы установили, что пространство представления отображается изоможно. Да. Сейчас будем это использовать. А это еще пока не конец. Хорошо. Это еще не конец. Но... Да. Значит, эта цепочка строится просто... Вот. Мы берем прообраз. f-1 от y. Вот здесь. Это y1. Ну и и 3. Поехали. Вот. Да. Это противоречная. 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 Да. Это двойная. Прямую. Да. Я не говорю, что это понятно. Да. Так скажу. Здесь не надо... Ну, изначально он город занимал страницу. Потом... Одну строчку. Одну строчку. Да. Это он сначала тоже... Ну, он сказал, что вот там из книжек по... Он не нашел четкого утверждения в книжках по вещественно-алгебраической геометрии. Вот. А что вещественно? Это комплексно не так, что ли? Так. Ну, так. Ну, просто почему-то... Я... Короче, смысл был в том, что изначально он строил представление ВСОН. Ну, понятно, что можно в... Ну, там компактная группа, заметьте. То есть, надо в СУ строить. Ну, как бы... То есть, комплексная геометрия... Нет. ВСОН все равно вещественная. Да, да, да. Вещественная. Я поэтому говорю, что нам нужна компактность. Поэтому... Лекерстенхайберратхаус. Поэтому в Желлен... Ну, то есть... Желлен-С не... Не надо строить. Компактные и комплексные группы это... СУ... Господи, да. СУН это не... Да, не комплексная. Не поможет. Она не комплексная. Она не комплексная. А какие бывают комплексные коды ТОР? Ну, да. Какие проективные, которые... Вкладываются. Какие бывают комплексные группы или компактные? Да. Ну, кроме ТОРа, я видимо ничего. А, нет. Сейчас ТОРу... Да. ТОР по решетке. ЦН по З2Н прохотеризовать будет, конечно, компактной группой. А какие вы еще? Это не приходит ничего на луну. Ну, то есть, тут вещественность по существу. Да. Вещественность по существу. Просто компактно. Да. Так. Ну, давайте, значит, что мы доказали? Мы доказали, что на самом деле... Нет. Вещественность по существу в том смысле, что нам нужно было что-то, что верно. Но оно же верно вообще. Ну, да. Оно и другими полями не верно. Нет. Это утверждение-то верно. Мы его применяем к вещественным алгебрическим накоплениям. Вещественным случаем. Нет. Как бы считается, что в комплексном случае все все знают, а вещественным, ну, не алгебрическое замктое поле, что-то надо вот подучить. Ну, вот подучили. Вначале на страницу подучили, потом на одну строчку. Видимо, рецензент может как-то... Нет. Он сказал, что тоже на mass overflow. Он там тоже ссылается... В статье есть ссылка на пост mass overflow. Это нынче... Это нормально. Это нормально, да. Считается нормально. Это вот как раз нормально, что так бы сослались... Ну, раньше было, да, private communication, да, там. Так. Ну, что мы доказали? Мы доказали, что rn от y на самом деле совпадает с rn . Ну, после фейсбуки можно сослаться. Ну, мета является экстремисткой, что-то там... Вот с таким, наверное, идем. На лайк в Телеграме. А, типа рецензент от рецензировал, да, поставил лайк, потому что публикацию взяли на рецензию. Согласно лайку в Телеграме, где-то на следующую тюрьму. Значит, вот при этом отображении и со звездочкой, значит, это у нас одно и тоже. Да, это более-менее. Да. Ну, а нам надо доказать, было, что пи один... х ноль штрих. Значит, пи один от х ноль штрих. Значит, у нас юректин отображался, пи один от y. Ну, что мы делаем? Берем опять элемент, который отображается в ядре. Строим соответствующее представление в конечную группу. Ее в СОЯ. Продолжается представление в СОЯ. Если это конец, значит, не может. Сейчас, берем элемент из ядра. Строим отображение представления в конечную группу, который этот элемент не перегоняет в единицу. Ну да, все. Ее в СОЯ отправляем. Значит, из-за вот этого отображение продолжается. Все, конец. Значит, пи один отображается и там, и там, и замок, да? Да. Да. Ну и там и так с одного конца? Нет, нет. С одного конца. С одного конца. С одного конца. А там вкладывается и добавляется новый элемент. Там вкладывается. Значит, теперь нужен вальдхаут. Что у нас на самом деле происходит? Давайте смотреть. Значит, у нас... Сейчас я докажу, что пи один... Что я хочу доказать-то? У нас, мы знаем, что пи один от х0 вкладывался в пи один от у. Да, да. Сейчас. При этом представлений... Да. Давайте вначале мы все-таки перейдем к разным узлам. Для начала. Иначе нам пока нечего доказывать. Перейдем к чему? Ну, у нас... Мы доказали, что вот если у нас есть конкордизм из узла в себе, ленточный, то правый конец вкладывается в дополнение. Да. До кольца. Вот. А напомню, как мы его строим. У нас был к0, тут был к1. Сейчас, каков кость мы не знаем в этой правилку узла? Знаем. Это следует бесконечный... А, так все. Значит, смотрите. У нас пи один от х0 штрих. Отображается пи один от у из аморфа. Да. То есть, пи один от у из аморфа. Да. От х0. Да. А пи один от х0 туда вкладывается. Это не хок. Нужна сюрекция. А, сюрекция. Группа может вкладываться. В себя. Да. Вот. Значит... Да, видите, тут везде захочется уже вроде бы все, но надо аккуратно. Значит, что мы доказали? Значит, мы доказали, что вот пи один от вот этого... Да, и тут кольцо идет. Пи один от х0 штрих вкладывается в большой агрегат. Пи один от х0 штрих вкладывается в пи один от у. Но тут есть вот эта часть. Игрек. Игрек. Ну, давайте один. Очевидно, что пи один от х0 штрих вкладывается в пи один от у. Все. Почему вкладывается в пи один от х0 штрих? Ну, мы только что доказали. Ну, равно. 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 Ну, мне нужно что-то вкладывается. А. Вот. Значит, тогда очевидно, что мы... Отсюда следует, что пи один от х0 штрих вкладывается в пи один от у. Игрек один. Сейчас. Ну, какой игрек один? Игрек один это... Значит... Мы как бы... У нас было вот это. А, ну, что, где про второе узло? Да. Надо сейчас вспомнить про второе узло. Значит, мы же хотим доказать эквивалентность двух узлов, а тут мы докажем эквивалентность уже известной эквивалентных узлов. Так. Хорошо. Вкладывается. Ну, и поскольку это правый конец конкордизма, то есть сюрективно отображается. Да. Значит, равно. Значит, пи один от у один все-таки равно пи один от х0 штрих. То есть вот это можно стереть. Ну, имеется в виду, все, мы перешли к случаю, что у нас конкордизм между разумом звали. А. Смысл в этом. Да, конечно. Все, теперь у нас правый конец вкладывается для любого конкордизма, не только для равных. Так, а теперь мы заметим следующее, что на самом деле пи один от х1 вкладывается, ой, пи один от, ну да, вот это вот х1, вкладывается пи один от у, который пи один от х0 штрих. И важно понимать, что на самом деле при этом меридианный параллель отображается, при этом отображение меридианный параллель от того узла. Ну, хорошо. Вот. Значит, у нас получается, что у нас есть два дополнения до узлов. Ой. Их фундаментальные группы, которые одна х1 вкладывается в пи один от х0 штрих, при этом, как они называются, перидерийные группы отображаются, ну, нужным образом. Меридиан, меридиан параллель от параллель, и замок. Вот. Значит, вот если такое верно, если есть такая штука, то х1 на самом деле... Короче, отсюда следует, что если просто вкладывается, то это, значит, х1 накрывает х0 штрих. Это теорема... Сейчас скажу право. Да, я знаю, да. Что существует накрытие, реализующее вот это вот вложение. Да, это понятно. Это теорема, ну, не Вальтхаузена, ну, вот этого периода. Кто был до Вальтхаузена? Хакена. Да, Хакеновская теорема. Это теорема Хакена вообще. Вот. А теперь у нас периферийные группы отображаются и замок. Поэтому это накрытие степени ай. Сейчас, кто из-за вас на... Периферийные группы. А, да. Ну, короче, отображение х1 в х0 штрих соответствующее будет накрытием, что там, степени 1. Сейчас, я немножко потерялся. Да. Можно меня найти? Давайте. Значит, мы отрубили половину. Это понятно? Прости. Вот мы взяли этот конгартизм от начала до конца. От начала? Да. Вот этот нужен какой край или нет? Ну, мы его вообразили. Хорошо, вообразили. Значит, доказали, что на правом краю есть вложение. Вот фундаментальная группа этого во всё. Фундаментальная группа, она просто изображена в семью. В семью? В семью. В семью. Да. Значит, теперь берём вот эту половину. В неё эта фундаментальная группа отображается всё эффективно. Так. При этом эта половина лежит внутри Пи один от Y. Да. Поэтому вот туда отображается неэктивно. Да. Так что в половину тоже отображается изоморфизм. На правом краю. Хорошо. Вот. Дальше мы теперь смотрим, откуда у нас брались эти изоморфизмы. У нас было кольцо. Вот. Которое утверждается, что при вложении Пи один от Х1 в Пи один от Y, который есть Пи один от Х0', вот это вот элементы, значит, параллельный меридиан приходит параллельный меридиан. Вот. Причём, при этом отображение, то есть, изоморфизм на уровне периферийной группы. Так. На отсюда те нацию, что наполнение к этим узлам. Да. Одно и тут. Сейчас это тянемо Хакена, да? Ну, тут видите, тут есть была Хакена плюс Вальхаузен. Есть. Тут тянемо Вальхаузен. Есть. Что вот есть отображение степени 1, что-то, да, вот это вот, как это там он называется. Так. И это всё, что мы хотели, да? Да. Давайте я точно процитирую здесь, чтобы было… А, то есть это не какие-то суперсовременные средства? Нет, нет, вообще не современные. Просто вспомнили, что была такая задача, которую что-то вот забыли решить. И посмотрели, да, оно решается с классическими средствами. Нет, ну… Здесь нет никаких современных инструментов? Современных инструментов нет вообще. То есть это просто забыли про эту задачу или… Нет, вроде бы про неё не забыли, но просто мало, видимо, кто в голове может удержать… Матверфлор не было сейчас. Ну, как бы, доказал её именно Агол всё-таки, а не любой другой пользователь массовой платформы. Давайте признаем это. Как бы… Агол там опубликовал, что он, по-моему… Я не помню там, какая предыстойка вопроса, но смысл стоит в том, что его спросили в серии группы… Типа трёхмерногообразия линейные, что-то такое. Ну, задали вопрос на матверфлор. И как? Ну, линейные. По-сое. По-английски. Это как бы первоначальный был способ доказать эту теорию. Ну, просто Агол, видимо, знал работу, как Гортон по-настоящему доказал. Он доказательства читал. Там, то, что ссылку просто… Теореме Гордона надо было ещё пройти по ссылке Горстенхаберна-Радхаус и понять, что там за теорема-то скрывается. Ну, ничего сложного нет, поэтому… Видите, мы этот… Сейчас, давайте, скажу точную цитату, да? Чьи там эти теоремы? Что за… А, я не тот открыл. А бывает, что два узла конкордантны, но не сравнили. Ну, это хороший вопрос, на него у меня… Значит, давайте обсудим, является ли это… Это чуть более мягкий вопрос, чем если с резами… Да, вот… Типа, этот… Если… Если такой есть несравнимый с… Сейчас… Значит, два гладкоконкордантных… То есть, если есть… Значит, если есть два гладкоконкордантных, но при этом… Но при этом нужны и минимумы, и максимумы. Да, и минимумы, и максимумы. Ну, я сразу, как бы, сходу не готов ответить, сейчас подумать… Как-то… Какие… Мне кажется, это… Что можно ли всегда избавиться либо от… Что-то мне казалось, что можно избавиться либо от тех, либо от других. Нет такой теореты. Правда, ты заследовал бы, что с резами является… Да… Значит, видимо, мне это показалось, что есть такая теорета. Я бы еще спросил вот, что… А вот есть узлы К1, К2… Если есть еще третий узел К… Вот мы взяли связанную сумму К1-К и К2-К… Зарушили, что они… Ну, что они там… Леточные конкорданты… Или что там… Это больше того… А теперь узел К убирали. Про К2-К2… А это то же самое… Или нет? Ну… Что-то я… Сейчас… Если мы добавим… Ладно, это… На самом деле, какие-то из этих вопросов могут быть… Тривиальные… А какие-то… Гиперсложные… Нет, ну давайте… Я сходу не отвечу вот на вот этот вопрос… Я понял, естественно… Про… Несравнимые… Про… Как… Как устроен этот порядок… Типа… Как устроен этот порядок теперь… А не просто что-то… Миропорядок… Да… Это… Я не смотрел… Что происходит… Ну да… Вот такая задача оказалась, что… Не то чтобы что-то выдающееся… Имеется в виду с точки зрения новых технологий… Надо просто действительно разбираться в алгебрических теоремах… Понятно… Так… Ну хорошо… Спасибо… Я думаю, что мы… В основе остановиться… Да… А все… Собственно… Я так… Когда начал готовиться… Я думал, там будет более… Сложно… Но… Оказалось, что нет… Содержательном уровне… А Гон написал шестистраничную статью… Которая действительно является… Ну… Если взять с Карсоном Гордоном… Здесь то, что Гордон доказал это для специального класса… Гордон сам не смог… Не смог что? Ну не смог… Как бы… Я имею в виду, что… Почему… У Гордона были и… Конечная представленность… То есть… Финитная аппоксимированность… Он ее использовал… То есть у него были все те же инструменты… Да… Чем он не древоспользовался? Только вот этим, что… Азбулическая многообразие… Что… Огол добавил… Да… Огол добавил… Что вот это вот… То, что типа… Не… Хоп… Ну не… Это называется… Обратное свойство не хоп… По-другому… Вот… То, что вот вы говорили… Это как бы вот… Надо внутрь… В рамки врачных многоправде залезть… Ну тут надо совсем чуть-чуть залезть… Это… Надо совсем чуть-чуть залезть… Это… Там… Медровость кольца… Это… И вот это то, чему не потратили… Да… Ну… И понадобилось 40 лет, чтобы это… Или сколько там… Да… Мы здесь не использовали… То есть точные… Не использовали… То есть это как бы… Аппоксимировались везде в квартал… Ну это чтобы не… Опять же… Голд пишет, что изначально… Хотел… Ну то есть использовал вот это… На уровне идей… Но… Этого не нужно было… То есть… Как бы… Доказал он изначально, используя более навороченные средства… А потом уже… Точно… То, что есть точное представление в СОН… Из, по-моему, гипокуполизации… Не следует сразу… Из виртуальной расслоенности хакеновых многообразий… Наверное… Следует… Сейчас… Ну, в общем, не знаю… Я не смотрел, как… Так, ну ладно, давайте мы закончим… Закончили… Да… Сегодня… Субтитры сделал DimaTorzok …